У нас в гостях Анна Марченко, менеджер фестиваля New Music Generation и Анатолий Кулыш, гитарист группы «Дукримус» города Харькова. Вы нам расскажете о фестивале, который состоится в Днепропетровске. Добрый день всем! Мы очень рады приветствовать всех на этом событии. Для нас это очень важное событие. Мы хотим вам рассказать о том, что уже в конце этого лета, в августе, с 28 по 30 августа в городе Днепропетровске состоится всеукраинский музыкальный фестиваль New Music Generation. Это фестиваль для самых ярких, самых талантливых детей, молодежи, тех, кто стремятся к успеху, тех, кто стремятся к развитию. Конечно же, музыканты, конечно же, талантливые и хотят развиваться и проявлять свое творчество и показывать ее публике. Фестиваль будет проходить на протяжении трех дней на базе комплекса «Бартоломео». Финал этого фестиваля пройдет на одной из центральных площадок города Днепропетровска, что станет ярким событием не только для нашего города, но и для всей Украины. Сейчас открыта уже регистрация на наш фестиваль, которая, в общем-то, длится с 15 июня по 15 августа. Для того, чтобы стать участником этого проекта, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте www.nmg-fest.com. В общем-то, это единственный способ стать участником нашего фестиваля – это подать онлайн-заявку. После подачи онлайн-заявки в течение 14 дней каждый зарегистрированный участник получит ответ, касаемо его дальнейшего участия в фестивале. Мы приглашаем участников в категориях от 8 до 22 лет, то есть это достаточно широкая возрастная группа. Мы будем… хочется охватить как можно больше талантливых ребят, которые смогли бы показать свое творчество. Кроме того, это могут быть как солисты, так и дуэты, так и группы. Поэтому приглашаем всех-всех-всех стать участниками нашего фестиваля. Касаемо жанров? Касаемо жанров, на фестивале будет присутствовать конкурсная часть, и по правилам этой конкурсной части необходимо будет исполнить две композиции в двух направлениях. Это современная украинская песня и зарубежный хит. Поэтому все, кто готовы исполнять, проявлять свое творчество в таких жанрах, мы приглашаем стать участниками нашего фестиваля. Если говорить о гостях фестиваля, то на самом деле хочется, чтобы этот фестиваль стал праздником не только для нас, но и для участников. Поэтому к гостям и составу жюри мы подошли очень трепетно. И специальным гостем фестиваля станет Руслана Ложичко. Также ожидаются Тоня Матвиенко, Татьяна Пискарева, Дмитрий Калиденко. Ну, в общем-то, представители нашего украинского шоу-бизнеса, представители нашего творческой индустрии, которые смогут не только стать наставниками и оценивающей комиссии наших конкурсантов, но и передать свой опыт, передать свое мастерство. Потому что в рамках фестиваля пройдут и мастер-классы, и творческие встречи, на которых участники смогут непосредственно пообщаться со своими старшими товарищами и получить в них интересную информацию и опыт. Что значит конкурсный англ? У вас будет несколько направлений, где будет отбежать музыканты, или просто какие-то ученики? На самом деле фестиваль предусматривает, конечно же, конкурсную часть. То есть это в каждой фестивальной категории, и как возрастной, так и соло-дуэт или команда, будет происходить конкурсное участие, которое будет заключаться в том, что мы будем отбирать лауреата в первой, второй, третьей степени. Конечно же, будет выведено гран-при фестиваля. На фестиваль будет сформирована комиссия, которая будет непосредственно оценивать этих участников предварительно по десятибальной шкале, и самые талантливые, конечно же, будут награждены призами, награждены партнерскими подарками. Поэтому ожидается, что все будет интересно, как с точки зрения контента, так и с точки зрения какой-то здравой конкуренции. Вы приглашаете туда со всей Украины или, возможно, еще из разных стран? Фестиваль является всеукраинским, поэтому фестиваль проходит первый год, поэтому хочется сначала первый год провести для нашей украинской талантливой молодежи. В дальнейшем, если фестиваль будет популярен, будет пользоваться успехом, то, конечно же, мы будем расширять свои горизонты и стремиться сделать его международным. Анатолий, вы представляете организаторов или уже участников фестиваля? Нет, я представляю группу, которая поддерживает подобные фестивали, потому что это очень важно проводить такие фестивали для молодых исполнителей, потому что они у всех есть возможность показать себя как-то, чтобы дать себя заметить. А такие фестивали очень помогают, знаем на своем опыте, потому что мы часто участвуем в таких всяких фестивалях, конкурсах, и это очень ценно, такой опыт получился. Ну, плюс еще и общение, да? Да, конечно. Мастер-классы дадут очень много вдохновения участникам, если звезды с ними поделятся какими-то секретами своими, как можно добиться чего-то или как сделать что-то. Это будет очень круто и очень ценно для участников. Как могут попасть к вам гости и зрители? Где могут развеститься? Гости в качестве зрителей вход на фестиваль будет абсолютно свободный, поэтому мы приглашаем на конкурсные дни первые два фестиваля дня в комплекс Борталомео, и, конечно же, финал фестиваля, на который попадут самые яркие номера, самые талантливые ребята. Это смогут увидеть все как жители, так и гости города Днепропетровска, потому что это происходит на одной из центральных площадок города Днепропетровска, поэтому, соответственно, тоже в свободном доступе. Вот если говорить о наших друзьях, партнерах, то, конечно же, мы благодарны вот таким творческим коллективам, как The Pringles, которые поддерживают своим талантом, своей энергией, уже они прошли свой какой-то творческий путь, и они уже тоже передают какой-то заряд, какой-то своей творческой энергии нашим участникам. Поэтому на данный момент нас поддерживают в различных городах Украины различные творческие коллективы, солисты, и нам очень приятно, что нашу вот такую волну творчества, волну фестиваля подхватили люди творческие со всей Украины. Кто вас поддерживает? Кто вам помогает в организации? Может быть, какие-то там группы наши продукты? Кто участвует? На данный момент основателем фестиваля является Андрей Сухарев. Он является иудеинным вдохновителем. Это человек, который является музыкантом, который является творческой личностью. Это куратор нескольких творческих проектов в городе Днепропетровске. Это школа вокала и студия звукозаписи. Отдельный проект – компания AppMedia, которая является, в общем-то, занимается медиапродакшном. И, в общем-то, вот такой командой мы двигаемся. И Андрей нас вдохновляет, направляет. И со своей стороны, как человек опытный уже в творческой индустрии, как участник различных проектов, в том числе и «Голос Украины», имеет определенное видение. И, в общем-то, благодаря вот этому опыту и знанию мы надеемся, что мы создадим интересный продукт для нынешней молодежи, которая станет площадкой для развития нового поколения звезд нашей Украины. У вас есть какие-то договоренности с телевизионными компаниями, чтобы вы как-то подключались к вам, как-то трансфировали? Конечно, на данный момент у нас есть договоренности с нашим региональным каналом 34-й, который выступает нашим генеральным медиапартнером. Кроме того, мы взаимодействуем с различными информационными центрами и другими каналами по всей Украине, которые в меру своей возможности поддерживают нас информационно. Есть, может, уже какое-то видео? Что еще будет в вашей термопонии перед непосредственно фестивалем? Как вы будете когда-нибудь с гадами привлекать? На данный момент, как я уже говорила, открыть сайт. Это www.nmg.com. Кроме того, мы проводим сейчас риас-пресс-конференции в крупных городах Украины. Это буквально с 1 июля уже будет стартовать запуск ролика как на крупных сайтах различных городов Украины, так и по телевидению можно будет увидеть. Кроме того, с 1 июля стартует информационная кампания по русскому радио Украины, которая тоже является нашими генеральными информационными партнерами. Так что все, кто услышит нас, все, кто увидит нас, мы еще раз приглашаем стать нашими участниками, гостями и проявить, в общем-то, интерес к нашему проекту. А у вас есть какие-то ожидания особенные на этом мероприятии? Конечно, есть. Я считаю, что сейчас очень много у нас таких ребят, очень интересных, у которых есть своя музыка, опять же, она украинская, будет отечественная производителя. Это я хочу увидеть, потому что у нас все хорошо, в принципе, сейчас у бизнеса, но все-таки вот молодежь, которая сейчас подрастает, она еще более талантливая, и можно видеть еще более какие-то интересные идеи музыкальные, более интересные коллективы, которых, в принципе, еще в Украине не было. И это будет круто, если так будет. Есть у вас какие-то, возможно, поддержите связи с теми, кто приехал из Днём Мату, кто из оккупированных территорий приехал, музыканты, возможно, когда вы их особо прикидете. Конечно же, мы приглашаем всех талантливых, всю талантливую молодежь в том числе, и временно перемещенных людей, то есть мы открыты для всех, и если эти люди талантливые, если они хотят себя проявлять, то, конечно же, мы будем рады их видеть и принимать на нашем фестивале. Я так думаю, что еще особое развитие, наверное, будет иметь солдатская песня, военная, наверное. На самом деле, во время фестиваля будет продумана не только конкурсная программа, но и различная интерактивная программа, на которой, конечно же, мы, возможно, затронем эту тематику и сможем поговорить и пообщаться с участниками на тему патриотизма, потому что это есть актуальность сегодняшнего дня, и проведение таких фестивалей, на самом деле, неоценимо важно, даже в такое тяжелое время, как у нас сейчас есть в Украине, потому что то, что мы сейчас заложим в молодое поколение, в детей, в молодежь, то мы завтра будем пожинать, в общем-то, в нашем обществе. Поэтому нотки культуры, зерно культуры, зерно творчества, это всегда важно для того, чтобы наше общество развивалось в правильном русле. Еще вопрос такой технический немножко. Вот этот комплекс, то есть сама площадка, в которой будет базироваться фестиваль, это за городом или это? Она находится на территории города Днепропетровска, это креатив-пламбарка ОМЭО, они выступают нашими плотными партнерами, которые с радостью предоставили свою площадку для проведения этого фестиваля. Как это будет выглядеть? Это закрытый комплекс, который, в общем-то, размещает определенное число гостиничных номеров, в котором смогут расселиться участники, это и большая зона творческая, в которой можно будет проводить различные интерактивы, и, конечно же, непосредственно блок, который будет проходить сам фестиваль, это сезона сцены. Поэтому это большой, замечательный комплекс на речке Днепр, там, где каждый участник сможет не только окунуться в атмосферу фестиваля с конкурсной точки зрения, но и отдохнуть, потому что фестиваль – это не только конкуренция и борьба за главные призы и за гран-при. Это всегда время отдыха, время зналых знакомств, время новых впечатлений, которые остаются потом с нами на всю жизнь. Непосредственно участие фестиваля плотное? Есть определенные организационные взносы, с ними можно ознакомиться на сайте www.nmgtrfs.com На самом деле фестиваль является неприбыльным, он скорее терминизационные взносы, они покрывают определенную только часть расходов, потому что нас очень плотно поддерживают различные творческие люди, которые с радостью откликнулись в это нелегкое время, но тем не менее они откликнулись, понимая, что это направление тоже очень важно и его необходимо развивать на сегодняшний день. Поэтому мы благодарны всем, кто нас на данный момент поддерживает. Спасибо, ребята. Если еще есть какая-то важная информация, они должны о ней сказать, ну так, в общем-то... Мы хотели бы еще раз пригласить всех на New Music Generation, ждем вас 28-30 августа в городе Днепровске на NMG Fest. Спасибо всем за внимание. Вот исходя, скажите мне, только какие речи тут уже есть, уже есть вы часть, когда вы все. Где-то что... Мы не являемся участниками, мы в это время едем на Новую Голуну, как писать Украину, поэтому у нас не получится там участвовать. И мы чуть переросли уже, там возраст с 8 до 22, у нас уже участники более постарше. И хотелось бы, конечно, поучаствовать просто как звезда там, но, к сожалению, не получится. Но хотелось бы очень попасть туда, потому что, ну, я когда слышу, узнал об этом конкурсе, меня это заинтересовало, и хотелось, конечно, видеть, как сейчас люди, что они делают, творят. Вот люди, которые, которые, ну, в подполье сидят и не показываются на людях, а тут и не покажутся, и мне кажется, будет очень, очень большой и крутой результат. Ну, участие тогда, думаю, вам на это уже раз было, уже раз было достижение. Я вам желаю успехов. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.